привет мои друзья сегодня последний день мая начались каникулы мы с внучкой встретились в ботаническом саду погуляем здесь поговорим пообщаемся ботанический сад является головным научно-исследовательским учреждением урала снежных районов сибири и приурали основан он 1936 году в 1945 вошел в состав академии наук ссср коллекции древесных и травяных растений насчитывает около 4000 видов разновидностей форм и сортов мы видим белочку вообще в парке ботанического сада обитает очень много белок и они нуждаются в подкормке вообще белки едят очень много видов продовольствия у них очень богатый разнообразный рацион а вот посетители подкармливают их орехами нельзя белкам давать только арахис ну как видите здешние белки давно уже поняли что человек является источником продовольствия и могут есть даже с рук не бояться хотя самим нам конечно нужно быть осторожными все-таки белка это дикое животное может укусить или поцарапать длинными острыми когтями видите как белка храбро подбегает к руке берет зернышко и бежит копает ямку закапывает хотя я думаю что именно здесь голодная жизнь белкам не грозит а посетители подкармливают да и работники ботанического сада тоже следят как оказалось мы с внучкой не сможем попасть в оранжереи потому что нужно было заранее записываться туда водятся экскурсии там можно фотографироваться и установочные фотографии сделаю но поскольку мы записаны значит мы пройдем просто по аллеям просто погуляем просто пообщаемся об оранжереях этого сада собрана уникальная коллекция растений всего света здесь можно даже зимой не покидая город можно побывать в тропиках и джунгли увидеть интересные растения аврики и австрии мексики других теплых стран такие растения которые у нас не водятся которые никогда не видели я пообещала внучке что когда-нибудь я приведу ее на экскурсию именно в оранжерею ну и конечно же вам все это покажу но когда точно это я сейчас не могу вам сказать но когда-нибудь сейчас давайте просто погуляем по парку посмотрим белочек здесь у нас очень часто белочки встречаются внучки вообще интересно с ними общаться они ручные как видели прям прыгают на человека забираются на него просят еды хотя они не голодные толстенькие такие но тем не менее попрошайничают но видимо складывают где-то про запас устраивать свет и тайнички ну что пойдемте погуляем подышим свежим воздухом погода сегодня хорошая замечательная тепло очень радует чтобы скоро лето вот буквально завтра уже начинается лето еще в ботаническом саду можно закупить посадочный материал здесь вам могут помочь проконсультировать подобрать ассортимент для миксбордеров ракариев олимпийский город и город вертикальных композиции около водных садов ну все какие растения могут расти в нашем уральском климате жилой район около ботанического сада тоже называется ботаническим жители района могут сюда приходить на прогулки ну хоть каждый день кроме выходных парк открыт с по моему с 8 до 6 и здесь можно бесплатно гулять сюда приходят мамочки сюда приходят пенсионеры и простые люди посмотреть на эту красоту подышать свежим воздухом но конечно же при посещении сада здесь нужно соблюдать определенные правила здесь нельзя курить и распивать спиртные напитки купаться в водоемах нельзя заходить с собаками например или пользоваться магнитофонами шум воспроизводить естественно нельзя сорить не разрешаются здесь также кататься на велосипедах роликовых коньках ну и так далее но это вполне понятно это учреждение это институт нужно соблюдать режим и правила ну вот так вкратце я вам рассказала о месте в котором мы сейчас с внучкой находимся просто давайте походим помолчим посмотрим по сторонам понаблюдаем за белочками покормим их и все на этом вкратце я вам покажу Продолжение следует... 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 Продолжение следует...